Привет, друзья! С вами Кернекс, и сегодня нам предстоит посмотреть на игрушку под названием Kingdoms and Castles. Это довольно новенькая игрушка, если не ошибаюсь, она вышла 20 июля. Эта игрушка представляет из себя городостроительную стратегию, назовём это так, которая, в принципе, отчасти нам напомнит всем добрый старый Banished, в который мы с вами проиграли приличное время. В игрушке тоже предстоит заниматься добычей ресурсов, отстройкой зданий, обороны, кстати, чего не было в Banished, так как будут совершаться нападения на наши поселения и так далее и тому подобное. Но основная особенность этой игрушки то, что она имеет такую полупиксельную воксельную графику, с которой нам, в принципе, будет уютно играть. Даже сейчас, посмотрев просто на облака в этой игре, вы понимаете, насколько всё замечательно и красиво будет выглядеть. К сожалению, игрушка находится на стадии разработки, то есть она, как и большинство, наверное, вышедших игр за последние несколько лет, она находится в Pre-Alpha, то есть она ещё разрабатывается, это ещё даже не беточка. Тем не менее, здесь уже есть довольно приличное количество контента, которое я хочу вам показать, потому что я думаю, что игрушка стоит внимания, а если ещё и разработчики, которые, кстати, описаны внизу, вот, разработчики будут работать над игрой, то в целом это будет очень даже качественный и интересный продукт. Ну что же, приступим. К сожалению, да, русификатора на эту игру на данный момент нету, потому что аудитория ещё не обросла. Игра не обросла аудиторию, вот, назовём это так, и тем самым нам придётся стыкаться в основном с английским языком, но на самом деле проблем больших нет, потому что каких-то огромных диалогов или ещё чего-либо в этой игре нету. Посему нам придётся исключительно работать с довольно простыми словами. В общем, мы можем выбрать с вами регион, в котором будем играть. У нас есть три разновидных региона. Первый — это вообще полностью миролюбивая зона, в которой на нас не совершается нападение. Длинное лето, длинное лето и короткие зимы. В принципе, это замечательно, но нам нужно же хотя бы врагов-то повидать, правильно? Так, второй режим уже называется Изи. То есть этот вообще не в счёты чего-то, это уже хотя бы Изи. То есть на нас есть нападения небольшие, драконов и рейдеров. Драконов, на секундочку, да? Драконов и рейдеров, а по, собственно, сезонам всё точно так же остаётся. Вот, и имеется хард. Имеется самый хардкорный режим, якобы. Его сложность заключается в чём? Гораздо больше рейдеров и драконов и возможность потерять радость в населении до максимально низкого уровня на долгое время. Не знаю, это, наверное, как одно из событий игровых. Ну ладно, мы возьмём с вами Изи и попробуем, собственно, изучить саму игру. Поехали. Так, что нам здесь... Нам уточняют... Choose Land. Мы разве можем выбрать Land? А, неопределённую землю? Хм. А, то есть у нас сейчас есть карта, мы можем её поменять, да? Да, вот оно что. Но я хочу, чтобы было побольше всякой водички, чтобы мы делали мостики, наводили красоту. Вот так мне почему-то хочется. Только суть в том, что мы выбираем карту, а где мы появимся на ней, мы понятия не имеем. Вот это небольшая проблема. Хорошо, здесь... Это что, пинес? Ладно. Так, дальше. Здесь большие леса. Да, большое количество леса. Это, конечно, замечательно. Но нам бы больше нужен был, скорее, камушек. Кстати, вот эти земли, которые вы сейчас видите, жёлтые, это менее удобренные земли. Зелёные, тем более. Зелёные, тем сильнее удобрение этих земель. И на это тоже нужно, собственно, накидывать глаз. И замечать. Потому что с фермами и с добычей едой в этой игре иногда всё очень-очень тяжело. Воу, здесь прям разделённые острова. Нет, ну вообще круто здесь можно было бы сделать мосты, но нет. Пожалуй, нет. Давайте выберем всё-таки что-то более примитивное. Во, 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 во. Так, здесь хорошо. Здесь дофигища камня. Правда, мы его добыть по-дебильному только сможем. Так, хорошо. Здесь есть облачко. Развесь я немножко, пожалуйста. Пожалуйста, ничего не видно. Так, деревья, камни. Угу. В принципе, в принципе подойдёт. Главное, чтобы мы вот здесь не начинали. Или нет, не стоит, а то ещё появимся, будет вообще задница. Всё, вот. Вот это идеально. Здесь и переходики есть для, собственно, создания мостов. Всё, замечательно. Эту карту оставляем. Нам напоминают, собственно, об управлении непосредственно в игре. Что мы можем перемещать, каким образом камеру. Мы можем разетнуть её, зумировать с помощью клавиш, либо же колёсика. Поворачивать влево-вправо. Это всё нам понятно. В принципе, я с этим согласен. Дальше мы выбираем свой баннер. То есть, своё знамя, флаг, как хотите, так и называйте. Почему-то есть всего лишь их четыре. Я не знаю, разработчики нам потом дадут возможность всё-таки развить. Или сделать свой баннер. Это было бы прям замечательно. Ну, давайте возьмём такой, типа что-то, паукана с мечом. Ну, и переназовём, естественно, город на Кернексберг. Есть такое дело, приступим. Такс, вот наша с вами территория. Только я не понял, наши ребята, по-моему, в лесу появились. По-моему, они где-то здесь, потому что камеру мне сюда придвинуло. Ребятки, вы здесь? Хорошо, сейчас дадим им задачу тогда. Давайте выберем, где мы будем обосновываться. Мне нравится вот эта территория. Вот, безумно нравится. Здесь мы вырубаем леса. Здесь у нас доступ к первичным ресурсам камня и дерева. Бережок с удобрённой, собственно, землёй. Всё как полагается. Первое, что мы с вами должны сделать, мы поставить должны основное здание. Основное здание. Только давайте, наверное, подберём. Здесь будет жилой квартар. Давайте вот сюда поставим основное здание. Всё, замечательно. Я немножечко вам расскажу, конечно, об управлении, о всех панелях, которые у нас имеются. Это без проблем. У нас с вами есть, в первую очередь, информация непосредственно о наших жителях. Сейчас пауза стоит, если что, поэтому не переживайте. Информация о наших жителях. Их у нас пять. Кровати у нас ноль. И в простой у нас два человека. То есть сейчас три человека заняты постройкой данного здания. Два человека филонят. Поэтому мы их сразу давайте, наверное, направим на вырубку леса, потому что он нам пригодится сейчас. Древесина. Дальше. Мы можем посмотреть, в каких домах, где живут, в каком количестве люди, нажав на эту кнопочку, когда, собственно, у нас будут дома. Вот. И мы имеем уровень счастья в нашем поселении. Сейчас он соточка. То есть они только начали, они довольны. Дальше. Вся перечень ресурсов. У нас есть дерево, камень. У нас есть еда, которую мы будем добывать с вами с ферм. У нас есть бабличка, которую мы будем получать, когда будем облагать налогом некоторые здания. И будем получать немножко бабла. Оно нам нужно будет для постройки защиты, для постройки стен и так далее. Дальше мы имеем с вами уголь, мы имеем с вами металл, мы имеем с вами инструменты. И мы имеем с вами... Прошу прощения. Ornaments. Ну, в общем, это все, что касается, по-моему, экипировки. Хорошо. Дальше. Из построек мы имеем огромнейшее количество. Ну, на самом деле, для данного этапа игры... Давайте хотя бы первую скорость включим, пусть строят. Для первого этапа игры довольно много построек. Так, так, это все, что касается защиты. Проход, стены, башни, которые ставятся на стены, баллисты. Это treasure room, в котором, собственно, будут облагать налогом, собственно, ребят. То есть здесь будут храниться основные бабки. И от количества treasure room зависит, собственно, количество денег, которое мы сможем хранить. Так, Chamber of War я еще не разбирался. С чем он связан у нас. Great Hall у нас... Grand Meals Everyday Here. Ну, в общем, место, где бы они жрали, наверное. Army General's Unlocked Ballista, Barak and Mod. Ага. Хорошо. И, собственно, бараки. Вот, нужно Chamber of War поставить, чтобы мы могли поставить бараки, баллисты и так далее. Хорошо, с этим разобрались. По обычным строениям... Так, у нас тут... Если что, здесь очень интересная система, потому что в вашем городе... У вас есть три советчика. Каждый отвечает за свое дело. Данный советчик нам говорит, что нам нужны фермы, чтобы, собственно, прокормить наших работников. Данный советчик говорит, что нам нужно увеличивать наше королевство, собственно, постройкой домов и дорог. И, собственно, милитарий говорит просто здоров. Потому что, в принципе, с милитаристами мы сейчас никакого отношения не имеем. И не связаны с ними. Так, давайте подстроим первые дороги. Я думаю, мы проведем вот так дорогу. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь у нас будут поля. Даже вот так можем сделать. Вот, здесь будет куча полей, а здесь будут дома первые. Ну и здесь проведем сейчас еще отдельную дорогу, которая будет вести к добыче леса и к добыче камня. Это было бы просто замечательно. Так, давайте построим... Сколько у нас дерева вообще? 14 дерева осталось. Давайте немножко ускорим. Ребятки, работаем. Вот, по зданиям мы, скорее всего, лучше по игре уже будем идти и все по ним уже увидим. Так, фермы самые обычные, типичные ставим на максимально удобренные земли. Максимально удобренные. Так, сейчас зима немножечко. Переживем, я думаю. Так, и давайте отстроим, наверное, первые жилые дома. Чем больше просто будет жилых домов и больше будет счастья в нашем королевстве, тем больше людей извне будет к нам приходить. То есть, в этом вся простая суть данной задачи. Так, здесь у нас все, что связано с индустрией. Добыча камня, добыча древесины, маленький склад, большой склад. Добыча угля, добыча руды, собственно, кузня, камнеломня и уничтожитель камней. Ну, в общем, то есть, есть камни, которые не представляют из себя вот, как такие. Никаких ресурсов, их можно таким образом уничтожить. Кстати, довольно дорого это обходится. 30 золота, 10... Это металл или это камень? Нет, это не металл, а не камень. Это инструменты. Вот, и 30 древесины. Так, как видите, первый урожай собрали. В общей сумме 19 единиц. Дай бог они успеют, конечно, ее перенести. Мы все время можем в игре, на самом деле, ориентироваться просто на подсказки наших советчиков. Они дают дельные советы. Наша задача их прислушиваться. И, собственно, тогда у нас все будет в шоколаде. Потому что они дают нам понять, как с чем работать. Но я, к примеру, допустим, не доходил еще до этапа войны с кем-нибудь из нападающих на нас. Поэтому посмотрим, какие советы они будут давать в этом случае. Также в этой игре гораздо чаще происходят те же пожары. Ну, в сравнении с банишем. Я очень много буду отсылок банишем делать, потому что игра очень схожа с ней. Вот, пожары здесь очень частое явление. И действительно нужно находиться либо очень близко возле воды, либо в идеале реально иметь почти по всей территории поселение иметь колодцы. Колодцы, но, на самом деле, колодцы в любом случае лучше, потому что с них гораздо быстрее они забирают воду, чтобы, собственно, поливать здание. Так, хорошо ж. Хорошо ж. Давайте, собрали еще урожай. У нас запас какой? У нас запас 50 всего лишь. Замечательно. Я думаю, мы можем ставить дальше дома. Только нам нужно четко понять. Так, давайте вот в эту сторону. Раз, два. Два домика еще вбахайте. А, у вас древесины опять нет. Давайте, подрубите здесь немножко. Мы все равно здесь территорию должны очистить, как ни крути. Я, правда, сейчас ломаюсь. Думаю, куда нам лучше. Мы, наверное, одного форестера здесь поставим, второго вот здесь. У них территория не особо большая, так нам совет хотят дать. Star Harvest was ruined by the winter and proposed to Granary. Да, нам советуют сразу поставить запас, амбар, в общем. Нам советуют поставить амбар для, собственно, сбора урожая, чтобы он у нас не пропадал зимой, потому что зимой очень тяжело его по-людски собрать. Так, сколько у нас жителей? У нас все так же пять жителей, но при этом у нас уже десять кроватей. То есть, в принципе, мы на начале... Да, вот, нам написали, что к нам пришли три человека, но они не нашли на тот момент домов и посему, собственно, не присоединились к нам. It's to stay, could we make a present? Да, говорят, что наше королевство на данный момент не очень уютное, и посему, собственно, к нам никто не присоединяется. Ничего страшного, мы подождем. Сейчас пока что наведем порядок, так сказать, в королевстве. Я думаю, кстати, полей пока что не надо. Сейчас пусть растет поселение. Минус семь потеряли, как видите, немножко урожая. Есть смысл нам, на самом деле, поставить... Как он называется? Бог ты мой. Амбарчик. Амбарчик имеет смысл поставить, но для него нужен камень. Поэтому мы сейчас с вами будем добывать древесину и стараться, конечно же, вытащить. Опять люди посетили, но им что-то не понравилось. Странно, у нас вроде бы радость 73. Подозрительно. Что не хватает непосредственно нашим ребятам? Нам не хватает колодца и нам не хватает угля. Чтоб, собственно, зимой им было тепленько. Ну, ни колодец, ни этот мы поставить не можем. Пока, естественно, не поставим добычу камня. А мы ее сейчас поставить не можем, потому что дорогу не довели. Так, давайте дорогу доведем. Давайте, ребятки, добахайте одну дорогу. У нас перенасыщение еды, в принципе. Можно было бы ферму одну убрать, но ладно. Так, еще советик прилетел. Так, тихо, сейчас. Эй. В чем совет был, друг? Кто мне совет хотел дать? Да, нам предлагают посмотреть с помощью домов, насколько довольны наши жители. Мы уже посмотрели. В принципе, нам осталось фигню сделать. Поставить колодец и, собственно, разобраться с добычей камня. Да ладно, все равно не хватает. Вот этот поворот. Вот этот поворот. Так, одну дорогу мы сюда отведем тогда. И от нее уже доведем вот сюда, прям под камень. Давайте, застраивайте, ребятки. Тут не так уж тяжело. Что еще хотите? Да, нам нужно больше хранилищ для урожая, иначе мы пропадем. Ну как, урожай пропадет. Мы-то наоборот себя замечательно чувствовать будем. Так, все, добычу камня мы можем ставить. Да. Это первичный камень, это самый обычный чистый камень, без каких-либо примесей. Это у нас руда железная. И, по-моему, еще что-то было. А, нет, и все, и пустые камни, по-моему, еще. Да. Пустые камни, руда железные. А это что? Это деревья? Лол, окей. Окей. Давайте, ребятки, застраивайте. Вся беда только в чем заключается, что мы не можем контролировать количество рабочих на определенных местах. То есть у нас есть информация, что здесь один из одного работает, и все, по-другому никак. Мы можем только остановить процесс, либо же вернуть его обратно в работу. К сожалению, другого управления у нас количеством людей нет. Да, сейчас будем отстраиваться почти, сейчас будем отстраиваться, не переживайте. Нам нужно сейчас добыть немножечко камня, и мы тогда сможем уже без проблем отстраивать более тяжелые здания. Такие, как, к примеру, тот же колодец, который требует камень. Так, давайте раз охреначим здесь еще деревья. Так, у нас никто не простой. О, к нам присоединились люди. Четыре человека. Замечательно. Сейчас работа пойдет. Сейчас работа однозначно пойдет. Сейчас, казалось бы, да? Девять человек, но все заняты чем-то. То есть, по одному стоят на ферме, те занимаются переноской, тут стоит четыре человека. То есть, по факту заняты шесть человека, все остальные бегают там по своим делишкам. Так что это надо учитывать. Надо тоже учитывать. Так, мы сейчас камни будем получать больше, чем древесины, по-моему. Так не годится. Так не должно быть. Так явно не должно быть. Так, еще четыре человека пришли, и только три остались. Замечательно. Три остались, это уже хорошо. Это уже хорошо. Давайте, дорубывайте деревья. Деревья нужны очень-очень сильно. Очень сильно. 12 из 15 человек. В принципе, мы можем еще домик поставить. Так, здесь у нас поля будут. Давайте вот сюда еще домик влепим. Так, что нам хотят еще подсказать? Так, так, так. Areable to build it? Да. У нас говорят, что у нас все люди заняты, которые, собственно, могли бы построить это здание. Поэтому нужно кого-то отключить от работы, чтобы, собственно, пришли строители. Что еще? Нам говорят, что, в принципе, люди у нас довольны, и мы можем начать собирать... Как это называется? Налоги. Но, как я понял, налоги мы можем собирать исключительно с определенных зданий. То есть, с обычных жителей налоги не взымаются. Это как я посмотрел. Как я посмотрел. Так, дерево насобирали. Что мы можем взять? Мы можем сделать с вами запас еды. Амбарчик. Оу, тихо, молния. Тихо. Либо же все-таки поставить колодец. Я склоняюсь к колодцу. Я склоняюсь действительно к колодцу. Давайте его вот сюда поставим. Здесь у нас еще будут дома. Мы будем делать все по принципу маленьких деревенек. То есть, у нас будет одно маленькое поселение автономное. Второе маленькое поселение. И они между собой будут соединены. Так, да, мы должны поднять, типа, налоги нам говорят о том, что... Но управление налогом напрямую отсутствует. Без, собственно, постройки трежер... Где он, где он, где он, где он? Трежерума, который требует 50, мать его, камня. Поэтому мы пока что ждем. Пока что ждем. Ребятки набивают сейчас камень, древесину. Так, что мы можем себе позволить еще? Этот есть? Сколько у нас? 18 человек из 20. Все, 20 человек. Я думаю, нам есть смысл подкопить на коттедж. А, стоп, я же древесину хотел переработку поставить. Забиль. Забиль совсем. Так, как видите, вот... На открытом поле покажу. Территория совершенно небольшая, которая идет под контроль Форестера. Поэтому мы спокойно можем вот эту часть ему отдать. И он будет все здесь заниматься своим древесиной. И сейчас тогда с вами заодно накопим на добычу угля. На добычу угля. Потому что она нам тоже надо. Так, здесь мы можем по чуть-чуть повыпиливать деревья. Может, здесь еще дополнительную улочку какую-то отстроим. Как вариант. Как вариант. Так, 20 человек, двое даже бездельничают. Вы представляете? Докатились. Так, 5 человек пришло, но ни один не смог найти себе жилья. К сожалению. К сожалению. Сейчас мы с углем разберемся. Так, дракон к нам летит. Погодите. Дракон, что надо? Он вроде бы нас атаковать не будет, пока у нас нет сооружений, которые, собственно, могли бы каким-то образом ему помешать пролететь. Больше ферм. Сейчас сделаем больше ферм. Да, у нас же куча народу. Ферму уже давно пора было бы поднять. Ферму уже давно надо было бы поднять. Так, раз, два. Ну и хватит пока что. Пока что хватит. Да, дракончик просто летает. Довольно стрёмный чудик, на самом деле. Но это же опять нужно понимать, что это полувоксельная графика. Он напоминает мне игрушки. Вот были в детстве игрушки, такие пластиковые дракончики, там всякие. Роботы. Вот он мне напоминает именно действительно игрушку. Прикольный такой. Псевдополуоригами. Лети, ничего мне не сжигай, пожалуйста. Я ж тебя не атакую. Так, почему он завис? Не-не-не-не, не надо тут надвисать, пожалуйста. Я такое не приветствую. Уходи. Уходи. Так, вернем третью скорость. Я от него особой опасности не чувствую. Хотя бог его знает, что он сделает. Все, улетай, улетай. Дождик он тебя должен напугать. Все, молодец. Пока сооружений нет, он нас не трогает. Это хорошо. Но люди знают, что по близости где-то есть дракон, который нас в будущем съест или сожжет. Так, что надо? Так, улучшить. Да, нам сразу советует милитарист построить защиту. Потому что как же так? Как же так? Ты что хочешь? Так, у нас же и так куча ферм. Погоди, пусть хотя бы вырастет урожайчик. Куда же ты торопишь-то коней? Так, давайте еще сюда две отбахаем ферму. У нас простой просто, никого нет. Нам надо сейчас здание отстроить. Коттеджик, коттеджик можно было бы отстроить. Можно было, конечно, отстроить. Что у нас, кстати, по потреблению ресурсов? Подождите. А, у нас нет информации по прошлому году. А, вот есть. Так, люди используют три. Мы добываем семь за год. Ну, в принципе, хорошо идем. В этом плане хорошо. Теперь тогда копим на коттедж. Копим на коттедж, потому что он нам действительно нужен. Здесь в этой игре сейчас очень сильно не хватает горячих клавиш. Вот те люди, которые привыкли к тому же Римворлду и так далее. К Oxygen Not Included. Все заточено на быстрых клавишек. Тогда все действия происходят гораздо быстрее. Тут, к сожалению, все действия через мышку в основном. Фудвинтер, да. Сейчас еще сделаем запасик еды. Я думаю, мы его сюда втулим, чтобы им было максимально близко бегать к, собственно... А так, а можно же тебя повернуть, надеюсь, да? Вот так повернем. Чтобы им было максимально близенько бегать к складу. Чтобы они за зиму успевали перенести все ресурсы. А так они таскают туда. Пока донесут, уже половина здесь испортится. Так, что еще надо? Да, не могут построить, потому что все чем-то заняты. Ничего, мы подождем. Мы терпеливы в этом плане. Мы подождем. Нам можно уже, в принципе, подкопить еще чуть бабла и ставить реально коттедж. Ставить коттедж. В него вмещается... В обычный дом вмещается 5 человек. Твою мать. В обычный дом вмещается 5 человек. В коттедж вмещается 12. Да. 12 человечков. Поэтому есть смысл. Есть смысл. Так, строить будем, ребятки? Алло. Аллесики. Так, что ты еще хочешь? Локстор, так, импробу, пасту, гренери. Так, у нас еще гренери не готов. Подожди, куда же ты торопишься? Ну, так, здесь давайте отключим пока что работенку. Камень тоже отключим. Камень овер дохрена. Займитесь, пожалуйста, другими делами. Видите, здания сразу сереют. Это очень удобно на самом деле. Даже издалека ты будешь знать, какие здания сейчас в рабочем состоянии, а какие нет. Это замечательно. У нас двое даже в простое. Тогда вернитесь сюда, пожалуйста. Раз в простое. Так, давайте отгрохайте здесь. Раз. Уберите вот это дерево. Уберите это деревце и поставим здесь, наверное, первый коттедж. Да, мы уже коттедж можем себе позволить. Так, бумц. Коттеджик есть, можно ждать, в принципе, новых людей. Можем ждать новых людей. Так, что нам советчик еще хочет сказать? Так, поднимать таксу. Подожди. Так, овощевеста. Подожди. Гренери андерконстракшн. Да, 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 да. Все идет. Все идет, не переживай. Все, гренери готов. Зерно будем складывать. Все будет у нас замечательно. Дальше. Мы можем построить с вами таверну. Таверну, таверну. Так, сейчас мы прикинем. Здесь у нас все будет в полях, в полях, в полях. Я хочу просто попробовать сделать систему автономии. Чтобы каждый маленький городок у нас был абсолютно автономен. Довольно тяжело сделать, но это надо сделать. Так, четыре присоединились человека. Замечательно. Сейчас посмотрим, как по еде будет продвигаться, ребята. Если все совсем плохо. То построим еще фермы. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Здесь места маловато. Ну, мы вот эти деревья можем все выпилить вообще-то. Можем выпилить, а здесь у нас появится довольно приличное место для того, чтобы сделать то, что мы планировали. Давайте, разбирайте. Древесина все равно пригодится. Как ни крутили. Можем таксу поставить. Нет, такса нам пока что не надо. Пока что не надо, потому что мы еще не занимаемся постройками, которые требуют золота. Будем пока что более... Оп, пожарщик. Вот это, это просто был фейл. Сейчас горит, мать его, колодец. Так, мы стали маленькой деревней. Маленькой деревней, это в честь того, что мы набрали 25 человек, по-моему. По-моему, это как-то связано, если не ошибаюсь. Ну, замечательно. Так, кучу еды очень быстро переносят. Это замечательно. Вот зимой это просто идеальная схема, чтобы у них максимально мизерное время затрачивалось на перенос еды на склад. Так, было 70, стало 90. По чуть-чуть потреблять. Ну, в принципе, да, можно добавить фирму. Тем более, у нас 7 человек простые. Так, что мы можем с вами сделать? Мы можем здесь провести дорогу. Че надо? Больше склада для дерева и камня. Абсолютно с тобой согласен. Сколько нам обойдется большой склад? 30, 15. Давайте прямо вот здесь его фигарим. Так, мы здесь проведем с вами отдельную дорогу. Вот сюда. Оп, 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 оп. Так, здесь мы поставим с вами еще несколько жилых больших домов. Поставим все нужные здания, связанные с развитием нашей продукции, с лучшим качеством продукта и так далее. То есть нас интересует в первую очередь эта пекарня, в которой мы будем делать хлебушек. И нас интересует сюда установка таверны. Тогда будет все замечательно. Так, где у нас вход? Вход с этой стороны. Вот так надо поставить. Давайте сюда тогда влепим бейкери. Так, и нужен еще... Айронмайн нам пока что не имеет смысла. Смолгренери. И где, 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 где? Коттеджик есть. Можем еще себе позволить. Так, с той стороны. Раз, два. Оп, вот так. Сюда еще влепим коттеджик. Будем лепить максимально близко. В этом вся и суть, что, да, пожаром будет перекидываться огонь. Могут быть проблемы. Ну, а так именно суть заключается в том, что все было комплексно, укомплектовано и красиво. Давайте выстраивайте. Я думаю, нужны еще поля. Я вот что-то прям чувствую. Давайте. У нас только людей нет, правда? Но пусть будут поля. Пусть будут поля. Так и быть. Так, у голька, я думаю, нам уже... А, нет, хватает. Мы даже в плюс выходим. Ничего себе. По гольку в плюс. Это неплохо. Это действительно неплохо. Все сейчас заняты. Все заняты. Поэтому ждем новых людей. Вот сейчас коттеджик достроят. И, собственно, новые люди смогут прийти к нам. Коттеджик. Четыре древесины донесите уже. О, бог ты мой. Четыре древесины. Всего что надо. Все. Благодарочка. Угля. У этого дома нет. Минус восемь радости. Увышечка. Увышечка, к сожалению. Так, что мы можем еще с вами остроить? Мне интересует вообще Blacksmith. Кузнец, чтобы проверить, сколько буду добывать ресурсов с инструментами. Имеет ли это вообще какой-то вес. Это мне действительно интересно. Так, с Гренери мы разобрались. Так, это нам не надо. Это нам не надо. Тут даже есть интересная вещь. Мы можем ставить определенного рода фундаменты под водой. Чтобы, собственно, строить здание на воде. Это очень продумано. Очень продумано. Этого сильно не хватало в том же банище. Очень сильно. Так, что надо, советчик? Так, наши люди считают, что мы отличный правитель. Поздравляю. Спасибо, советчик. Спасибо тебе большое. Так, четыре человечка еще вкатилось к нам в так называемое королевство будущее. Мега королевство. Пока это микро-поселочек. Так, где у нас, кстати, вот здесь у нас, да, металл? Хм. В принципе, металл нам пока что не нужен, да. Пока что не нужен. Не будем с ним заморачиваться. Я хотел бы с Blacksmith'ом сейчас поработать. Давайте вернем к работе, собственно, наших каменщиков. А, у нас некому возвращаться мы к работе. Нет, есть кто-то прибежал все-таки. Кто-то да прибежал. Здесь вообще интересный процесс работы с камнем. Здесь же все имеет определенную анимацию. Вот, они вытащили огромный кусок камня. Здесь сейчас стоит еще один человечек. Сейчас вот здесь надо срубать. Чоп. Уберите. Вот, ставят камешки. И, по сути, если бы не было этого стокпайла... А, что здесь так много народу стоит? Серьез ли? Десять человек на стокпайл? Погодите. Реально десять человек на стокпайле работают. Окей. В общем, этот огромный камешек разделывался на маленькие кубики и сюда закладывался. Вот здесь они лежали. А сейчас где они хранят эти кубики? Я вижу только склад древесины, а где камень? Вот еще уголь вижу. А, вот камушек. Вот эти малюсенькие камушки. Вот они. Молодцы. Трудитесь. Трудитесь. Так, куча людей к нам по чуть-чуть подсоединяется. Сорок человек у нас уже есть. Я думаю, мы можем позволить себе еще один коттедж. Потому что нам нужно больше... У нас даже один простой есть. Ого. Ого. Это неплохо. Это хороший знак. Это очень даже хороший знак. Так, давайте, добудьте немножко камня. Почему они только по одному камню добывают? Ребятки, шо не так? Шо не так? О, два камня, другое дело. Можем уже поставить коттеджик. Давайте коттеджик. Вообще было бы круто на манор накопить. Манор это вообще бомба. Там 25 человек лазит, по-моему. Так, все. Это дело есть. Поля собирают. Еды валом. Реально валом. Ее просто дохренища. А нафига ты ее туда потащил? А, он к себе домой потащил. Я тебя понял. Я тебя понял. Уголька теперь уже немножечко не хватает. Немножечко не хватает. Мы, в принципе, можем ускорить добычу того или иного ресурса. То есть, подставить еще одну, допустим, сюда форестера, еще одного влепить сюда, еще одного каменщика. И в целом будет у нас все замечательно. Да, нам опять напоминают о налогах. Не забывайте о налогах. Вам нужны деньги. Вы можете получать деньги. Делайте деньги. Это норм. Это норм. Советчики прям молодцы. Так, сейчас я подумаю, мы будем проводить или нет. Я думаю, да, нам стоит каменщиков еще сделать. Тем более, у нас народ сейчас простаивает уже. Так, давайте возьмем, отстроим дорогу тогда. А, хрена лысого мы отстроим. Оп, не то нажал. Хрена лысого мы здесь с вами отстроим. Вот здесь забираем древесину всю. Чертям собачьим нам нужен доступ. Доступ к камушку. Так, ускорение верните. Так, эти пошли рубать. Давайте собирать. Я понимаю, что стокпайл относительно далеко. Но не переживайте. Не переживайте. Меня больше... Интересно, как и зачем был сделан механизм в игре, что при приближении музыка громче, при отдалении музыка тише. Вот. К примеру. Музыка 1 имеет звук. Тут музыку вообще не слышно. Очень странная вещь. Очень странная. Непонятная мне абсолютно. Так, хорошо. С этим разобрались. Так, хреново туча древесины. Нам пока что некуда ее, в принципе, задействовать. Так вот это что не убрали? Это тоже убирайте. Тоже, тоже убирайте. Давайте, давайте. Так, сюда. Давай, давай, давай. Ну, боже, досруби, что это дерево несчастное. Кто там плескается? Говорит поле, мать моя женщина. Тушите, тушите, тушите. Хорошо, что у нас поле прямо возле воды, а? Колодцы им дальше бежать, чем к несчастной водичке. Это было опасно. Это было опасно. Так, ставим с дорогу сюда, дорогу сюда, сюда, сюда. И небольшой чип теперь. Мы должны... А, нет, все, она сама адаптировалась. Иногда дорога не адаптируется и не поворачивается в сторону. Тогда приходится ее удалить и поставить заново, и тогда все будет хорошо. Так, что ты хочешь? Нет у нас церкви и библиотеки. Надо бы сделать. Опять проблемы с ресурсами, потому что, вот, пропащие ресурсы из-за зимы, потому что не успели их донести. А у нас просто склады забиты, все. Сейчас, здесь можем даже освободить парня одного поля, потому что еды у нас очень много. Так, над камнем работал. Ой, здесь я поторопился, да? Уничтожить. Хочет уничтожение моментальное, уже хорошо. Так, ставим еще одну добывалку. Ой, 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 главное здание горит. Ребята, тушите. Тушите, 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 а то наши советчики там сгорят хреном собачьим. Так, огонь не перекинулся. Вообще отлично. Слушайте, охрененно успевает тушить. Че надо? А, Билл Нью Холмс, окей. Окей, 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 нету людей строить, да? Все заняты. А, нет, просто новые дома. Сейчас организуем. Сейчас я хочу поднакопить уже на манур, а у нас, по-моему, уже хватает. Нет, 25 золотишка надо, блин. Придется сначала тогда действительно поставить трэжер рум, а потом уже начнем ставить мануры. Давайте, ребятки, немножко подпотейте. Так, сейчас и там камень начнут добавить. Правда, у них нету стокпайла своего. Они будут немножко его носить тудым-сюдым, но ничего страшного. Ничего страшного, стерпится. Так, трэжер румчик есть. Давайте его влепим... А где у тебя вход? Эм, допустим, вот это вход, да? Давайте вот сюда. Или не сюда. Так, здесь у нас будет манур, еще какая-то дичь. Давайте вот сюда влепим. Ну, давайте. Влепим трэжер румчик, и сейчас будем с вами по чуть-чуть поднимать таксу, так называемую. Так, library и church. Это без проблем, на самом деле. Это без проблем, только дайте мне ресурсов подкопить. И там, и там золотишко надо. Дайте мне таксу первую собрать, и тогда мы уже сможем как-никак. Как-никак обустроить то, что вы хотите. Но радость у них, в принципе, 77. Это не такая уж и плохая радость. Так, есть. Нет, не есть. Или есть? Есть. Повышаем на одну голду. Сейчас они будут очень сильно недовольны этому. 77 уже до 70 скатилось. До 69. 67. 65. Ну, хватит, все, успокойтесь. Это всего лишь одно голдишко. О, у леса горят. Это плохо. Это плохо. А ну-ка, перекинется ли с леса к нам. Вот что мне интересно. Вон, даже вода появилась на блоках. Интересно. Нет, дождик, все-таки, видимо, нам помог. Потому что из наших никто не тушил эти деревья. Так, что ты хочешь опять? Нет, с Гренери у нас все замечательно. Так, копим тогда с вами на... Монорчик. Копим на Монорчик. Так, они уже совсем недовольны? Нет, 64. 64, это еще куда... Нет. Как-никак, так сказать. Как-никак. Но мы довольно долго копить будем. Давайте подкинем, наверное, немножечко таксу. Еще до двух золотишек. Сейчас очень сильно обидится, я думаю. Очень сильно обидится, зато очень быстро дадут нам нужное баблишко. Очень-очень нужное. Давайте, 56... 52, точнее, это нормально. Это еще жить можно. Еще жить можно. Так, с этим разобрали. Что мы еще можем добавить? Мы можем добавить... Кстати, мукомолку можно сделать. Можем еще сделать, собственно, мельничку. А ну-ка, давайте посмотрим, куда она в эту сторону будет. Ну, давайте ее сюда влепим. Пусть стоит. Пусть стоит. Ресурсов нам пока что хватит. Сейчас я уберу таксу полностью, потому что мы после постройки Монора. Нам нужно как можно больше людей позвать. А с плохим, собственно, настроением, в общем, в нашем поселении, никто к нам не придет. Блин, одной копеечки не хватило. Ну, что ж ты будешь делать? Дайте одну копеечку. Дайте просто одну копеечку. Восемь человек пришло, и только один согласился остаться. Это из-за того, что у нас радость 51. Минус пять недовольны, потому что нет церквей и этих библиотек. Ну, не переживайте, все будет. Все будет, но не сразу. Так, все, отменяем таксу. Так, через шифт, да? Да, через шифт. Так, и, собственно, ставим Монорчик. Монорчик агромезный. Он просто агромезный. Я, кстати, не знаю, у нас... Он, по-моему, не входит в зону. Ну, частично входит в зону. Замечательно тогда. Я переживал, что он вообще в зону колодцев не входит. Так, отстраивайте Монор. Я так понимаю, что нам некому строить. Так как запасы еды у нас огромные. Запасы еды. Откуда мы людей можем? Давайте стокпайл остановим. Стокпайл все свободны. Мне интересно, они носить на стокпайл все равно же вроде бить смогут. Ну, типа, если стокпайл не активен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребятки, тушить, 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 тушить. Не успеет, походу, сгорит. Сгорит наш карьер. К хренам собачьим. Вместе с деревьями рядом. Да, все, минус карьер. Деревья хотя бы потушите тогда. Карьер мы назад отстроим, это вообще не проблема. Так, стройте пока что Монорчик тогда. И ставим вот сюда ЦАЦУ. Во-во-во, еще одно здание горит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стокпайл горит. Нет, не гони. Не дай бог ресурсы пропадут, я ж плакать буду. Тихо, тушите, тушите, все окей. Сюда надо еще один колодец ставить, иначе будет кердец. Так, ресурсы на месте, хорошо. Леса горят, тушите леса. Как видите, когда они в воду заходят, они очень много времени теряют. Когда с колодца, они моментально воду берут. В этом огромный буст. Давайте, все потушили. Да, надо здесь колодец все-таки впердолить. Надо бы впердолить. Так, давайте достраивайте, сколько там осталось? 11 древесины. Донесите уже несчастные древесины. Мне еще нравится, что показывают, какие люди задействованы. Над ними появляется вот этот фиолетовый кристаллик, или не знаю, как это назвать. И мы четко понимаем. Так, радость немножко поднялась, и мы можем, в принципе, вернуть таксу, я думаю. Я-то думаю, можем вернуть. Или пока что нет. Давайте пока что на оставшуюся поставим хотя бы библиотеку. Воу, она неплохо так работает, слушайте. Так, здесь у нас место еще один мануар есть. Да, мы деревья уберем, поставим. Все замечательно. Тогда сюда библиотеку. Это вырубываем. Ну что ж, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Небольшую паузу. Я надеюсь, что вам эта игрушка понравится. Потому что мне она действительно нравится по всему, пока что. По всему нравится, но я все-таки дико надеюсь на перспективу. То, что эту игру возьмутся, будут на ней работать. В ней будет действительно большое количество контента. И она станет еще более интересной, чем она есть на самом деле сейчас. Вот. Так что, ребятки, не забывайте комментировать видео и обязательно ставить лайки, чтобы я мог понять, что эта игрушка вам нравится и вы хотели бы увидеть ее дальше на канале. А пока что, ребяточки, делаем да. С вами небольшую паузу. Поэтому всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте нажимать на колокольчик. Пока-пока.